Привет, бой и скауты, с вами Кьюбайт. Я только что, по традиции, мы уже в каждую пятницу на протяжении шести серий собираемся на Твиче и вместе смотрим сериал. Если вдруг вы не заходили, то следует сделать это в следующую пятницу, почему бы и нет. Сейчас вы увидите нарезку со стрима, то есть, во-первых, самые яркие реакции на самые яркие моменты из серии, ну а потом обсуждение сразу после серии. Ну и, конечно, полноценный разбор серии скоро будет на канале, его стоит ждать скоро. Вперёд смотреть реакцию! Не могу привыкнуть, что мы каждую неделю Marvel Studios лого смотрим. Ооо, видеоблогер! Офигенно! Ооо, вообще огонь! О, Викон, привет! Крутой дядя. Вообще круто, да, 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 да. Опа, тут тоже уже начали... Что у него за татушка? Найс, найс! Скорость ртуть! Вот он, да, видите, он заряжен энергией, энергией Ванды, то есть, отработает. Ну, видимо, Моника реально получила способности. Уу! Вау, 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 вау. Это опасно. Ну, это, конечно, бред, Джимми Ву один... Нет, он агент ФБ, но... Они вооружённые, как... Надеюсь, агенты Атласа будут или там его сольный сериал. Офигенно. Но долго они так тоже не смогут оставаться, это... Точно бред. Красиво, красиво, Ванда, рассекречивает. Да-да-да-да-да-да, красиво, увильнул, красиво. Хм, отсылка на пипца, но он же в пипсе играл. И Аарон Тейлор Джонсон играл. Нормально, нормально. Но у него здесь способности, видите, ртутья из КВМ. Ванда в этом костюме просто вообще чистая классика. Конечно, в киновселенной она в нём ходить не может, но выглядит прикольно. Комиксная максимально. Да, и Вижон тоже прикольный. Ну вот, детей дофига стало. Ну а вопрос, откуда? И пока не посвятили, как они появились. Вот кадры. Она, наверное, всё время вешает. НПС. Чисто НПС из игр подвисшие. И она плачет. Ой, вот это... Это сильно. Если бы другой это саунд, это бы прям жутко смотрелось бы. Так, это реклама уже? Отсылка на скелетонах? Очень жуткая, странная реклама. Он просто пытался открыть и умер. Борщ. Вот это он её разводит. Но здесь уже нет сомнений. Опа. Он получил... Да, он теперь скорость в киновселенной. Еп. Ну, у Викина же тоже способности. Неспроста это ещё раз показывает. Но он, видите, не тот, кто себя вдаёт. Я думаю, здесь уже понятно, что он не Артуть из другой вселенной. Тут вообще зависший весь район. Как будто если Ванда не проходит там, то оно всё зависает. Вот такое ощущение пока складывается. Ну, я как-то... Ну, как в играх, типа, не прогружаются пока там. Он, видимо, сейчас попробует выйти за поле. Ага. Ну, город большой, кажется, да? А, это сцена с Агнес. Тут Агнес будет. Подоигрывает, подоигрывает. Да, глаза у Вижена настоящие. Они никто не отвечал, видите? Все тогда молчали. А она только одна говорит. Вот Агнес, хороша. Запутывает зрителей. Она единственное упомянула. Вот Норм не сказал, что это Ванда. А он... Она именно сказала Ванда. Пишет, что Норм не знает Ванду лично. Норм видел. Они видели... Ну, какая разница лично. Они в одном городе живут. Они были на представлении. Он знает, как её зовут. Так, так, так. Вот Вижен сейчас будет выбираться. К Монни Крымбу... Во, во, во. Сейчас раскроется, что способности ей дались, видимо. Интересно, увидим ли мы этого инженера. Там всё... Там всё плохо, да. Ну, всё. Она получила способности. Блин, как я и говорил, но я разочарован. Ну, как я и говорил, Ванда сразу начала догадываться, что... Ну, нифига он не её брат. Он... Он не играет в иллюзию. Он понимает, что здесь происходит. Ой, хорош. Кто бы ты там ни сидел за личиной ртути. Вот жук, конечно, хитрый. Красиво он сделал. Вообще, как он красиво отыгрывает... Ну, я имею в виду... Там, не знаю, Мефисто это или нет, но... Но круто. Прям ту же фишку, что с Виженом прокрутил. Да его даже засасывает туда. То есть... Не он пытается разорвать. Давай, Дарси. О, муравь, мне аж этот... Меня прям берёт. Мурашки. О, он серый, он серый, 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 по-моему. Ой, что-то он такой жуткий. Не, вроде нормальный, но он жуткий. Вижен нормальный. Как? Как так получилось-то? А, вот оно чё. Вообще, ох, как жутко. О, у него тоже способности, вот. О, какой-то ситком, видимо, отсылка. Давай, держись. Вижен, держись. Ну, Вижен прям засасывает обратно. Дошутился. Там, кстати, возможно, тоже отсылка была на гробах этих. Ой-ой-ой. О, нормально, Ванда. Растёт оно? Да, 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 оно растёт. Вот, я это, помните, говорил, что оно будет разрастаться, и в этом будет подумать, что угроза в конечном итоге придёт. Странишь, конечно. Чтобы оно всю землю не захватило. О, хо-хо-хо-хо. Да, всё уже. И она как бы забирает личность. Дарси туда попала. Кстати, красиво сделали. О, фан. Офигеть. Ну, вот, 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 всё, всё, понятно теперь. Она захватывает, она, ну, типа, захватывает землю, и они испугаются этого. Не, Хейворд уйдёт 100%. Сколько, сколько земли она ещё? Она всё Нью-Джерси, что ли, заберёт? Офигеть, Ванда. Вау, вау. Вау. О, вот это, нифига себе филер на этом говорили с серией. Ну, нормально. Ну да, она, может, сюжет сильно не двигает, но, не знаю, мощно. Обдумывать всё это, просматривать ещё раз, потому что там есть момент, который я хотел бы тщательнее прям покадрово посмотреть. Это топ. Определённо. Вот они всё равно, на эмоциях они вывозят каждую серию, там, неважно, что показывается, но, согласитесь, каждый раз вот эти эмоции после серии, они перебивают вообще все ожидания недельные, перебивают всё, что было. Это, это, у них не знаю, как это получается, но круто. Вот это, кстати, интересно, это типа, типа флэшбэк к Закове, к Закове, это якобы Ванда, а это Пьетро. Ну, естественно, это вообще непонятно, кем придумано. Она такая, я, типа, не так это помню, потому что, потому что это, он её брат, вот и всё, всё очень просто. Да, по поводу костюмов, это не маленький скорость, точнее, это не маленький ртуть, а это скорость. То есть, да, он как бы копирует, ну, как и в комиксах было, он копирует своего дядю, у них там тоже были оба зелёные костюмы, тут-то оба синие, то есть всё то же самое. Вот, конечно, тут начинается, что Ванда, Ванда такая, типа, а, ну, он не ответил на вопрос. То есть, он не прошёл проверку Ванды, Ванда сама понимает, что чё-то здесь не так, почему у него другое лицо, ну, она помнит своего брата, как я ей сказал, в разборе пятой серии. Не может она его просто так забыть. И здесь, как бы, тоже она не понимает, почему у него другое лицо, и она пытается у него узнать, ну, тот же это человек или нет, и он ни разу не доказал, что он тот же. Ни разу. Он просто знает, что, он сказал, типа, меня подстрелили, ну, это по новостям показывали, и всё. И показал это потом в виде зомби. Так, чё там за фильмы? The Incredibles, это эти, что ли, суперсемейка? Ловушка для родителей, да, по-моему, это комедия, и первая там, это суперсемейка, что ли? Стоп, это 90-е, какая суперсемейка? А, да, вон пост, чё, чё искал? Ну, это понятно, это Дисней, а, вон, кстати, и постеры, вот The Parent, всё, 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 это суперсемейка. Ну, это в 2004 году вышло, как оно в 90-е вообще вписывается? Ладно, это в 98-м, это уже под конец, ну, окей, пусть будет так. Ну, Дисней на себя сами отсылку делают, почему бы и нет? Вот, примечательное, смотрите, то же самое, что было с Агнес, он спрашивает, вы кого-то ждёте? И ему никто не отвечает, а Агнес почему-то вдруг начала отвечать, с ним заводить диалог. Она начала отвечать, вот почему так? Почему именно вот у неё какие-то странности? Не у одного жителя такого, у неё странность такая, отличительная особенность от всех. Ну, Моника получила способности, то есть, к сожалению, очень просто, я надеялся, что она чуть более сложным путём получит способности. Может, это ещё будет в конце, то есть, пока она просто начала меняться, но в конце, возможно, моя теория всё-таки... Я, короче, надо сделать уже теорию, то я про неё говорю. Он тоже тут подыгрывает, вообще прям феноменально сделанное. Этот, не знаю, кто там скрывается, Мефисто, кошмар, неважно, тайный злодей, который есть под вот этим лицом. Ты всё правильно делаешь, Ванда, вот ты молодец, конечно, откуда дети взялись? Спали, да, молодец, классно, ты всё придумала. И она даже такая, типа, ты нормально относишься? То есть, даже она как бы смущается, потому что она... Ей кажется, что что-то она делает неправильно. А он её только поддерживает в этом. Вот это, конечно, тоже прикольно. Но, естественно, он просто взял фишку... Ну, он за иллюзией следил, поэтому он взял фишку просто с того, что с Виженом было. Ну, здесь вообще жуть, конечно. Вижен начал разваливаться. Я надеюсь, что Дарси ему в итоге поможет, но она уже будет внутри иллюзии. Здесь, ну, у скорости уже проявились способности, то есть, у Томми убили. Вот способности начали проявляться, он услышал отца. И далее мы видим, как он прям видит эти моменты, тоже клёво. У него способности отличаются от способностей мамы, но, как бы, не сильно. Сэймл Мэн. Продюсер Фантастической Четвёрки. Паука 2. Ну, короче, Ванда Вижен, да. Да-да-да. Мефисто дал магию Ванде, которая её погубит. Акула Мефисто. Её мэджик-магия, иллюзия шестиугольника Человек-Ванда. Вот здесь не так раскрыта реклама, как раньше. Она прям более сложная, но всё-таки. Тут трактовок может быть много. И всё, Ванда пошла! А, я не помню, в каком эпизоде я говорил про это, в каком разборе. Что она начнёт захватывать весь мир потихоньку. То есть, ну, иллюзия начнёт увеличиваться, это поле. И вот тогда, как раз-таки, у всех начнут гореть задницы. И все начнут уже реально паниковать. Ну, и в конечном итоге, когда это сильно вырастет, то Доктор Странич такой, вот там, типа, чё здесь происходит? Эван Питерс постоянно про Ад говорит, ну, здесь ещё Хэллоуин, но понятно, что он такая нечисть, как, типа, Кошмар, какой-нибудь Дьявол, там, не знаю кто. Он, типа, пошутил, что два раза Вижен погибает. Откуда он это может знать, тоже вопрос. Его же здесь, он же мёртвый был в этот момент. Говорит, не, вот мне очень понравилось, как у него стыкуется. Он говорит, вот в этой же серии он рассказывает, как всё было, типа, его подстрелили, а потом он слышит голос Ванды и приходит к ней. Ну, это он пришёл к ней в гости. А теперь он говорит, ну, муж же ведь не может умереть дважды. Откуда ты вообще знаешь, что он мёртвый? Ты его в иллюзии только видел. Реклама, кстати, очень качественно сделана, мне нравится. Этот, из глины, пластилина. Твою... Ёма... То есть, стоп. Когда-то я был голоден постоянно. Вот это, мне кажется, да-да-да, Ё, Ё, это понятно, что Ё. Вот здесь очень важно. Он говорит, когда-то я был голоден постоянно. И что ты сделал? Съел твою магию. То есть, если это действительно Ванда, или, ну, по сути, да. Если это Ванда сидит у дерева, и приходит нечто и говорит, типа, я твою магию съел и стал не голоден. То есть, вот это как раз-таки, и тут как раз ртуть, который Мефисто, или Кошмар, спрашивает про магию, типа, а как ты это сделала? Он выясняет, как она, ну, ему просто интересно, что происходит, а она сама и не может ответить. Я думаю, что это, ну, это акула, это Пьетро, Мефисто, а возле дерева Ванда. Пока такая трактовка, то есть, она более, наиболее логичная. Так, Кьюбай, снова заметь, Пьетро говорит, бро, так же, как и акула. Может, тоже отсылка на то, что он, на самом деле, Мефисто? Да, 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 да. Ну, это Пьетро, сто процентов. По цветам сходятся акула и Пьетро. Да, реально, реально. В суперсемейке младший брат был супербыстрым, да. Кошмар питается страхом. Ну, вот, почему я думаю, что это все-таки Мефисто? Ну, я пока не знаю, кто это конкретно, но это явно там не просто ртуть, и здесь это уже прям супер намеками стреляют. Вот, почему Мефисто? Потому что он говорит, что, ну, в рекламе, по крайней мере, типа, я съел твою магию. То есть, кошмар, не знаю, на мой взгляд, кошмар немного... Он страхами питается здесь. Вот, хотя, с другой стороны, он пугает Ванду постоянно. Вот он два раза уже испугал за серию Ванду. Тоже это, как бы, такой трюк от кошмара, почему бы и нет. Ртуть сказал детям мои дьяволята. Да, тут столько, на самом деле, в двойных смыслов в каждой фразе Ртути. Ну, я думаю, по крайней мере, давайте так. Теперь нет ни у кого сомнений, что это не просто ртуть, типа. С другой вселенной. У брата Ванды прическа как рога? Ну, да, кстати. Но это еще и комиксное, поэтому... Прикольно, да. Я что-то не заметил именно фразы. Хочу что-то изменить. Ой, сколько здесь всего. Вообще, как же круто это выглядит. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Вы можете поставить лайк, если вам понравилось. Я буду благодарен. Оставляйте комментарии, что вы думаете. Свои теории, предположения. Это все подойдет для полноценного разбора. Потому что, если вдруг у вас есть что-то весомое и прям действительно действенное. Ну, для... В контексте сериала, конечно. То я это с удовольствием приму, прочитаю и вставлю в видос. Так что пишите и подписывайтесь на канал. Если вдруг еще не подписаны, подписывайтесь. Каждому буду рад. Будем вместе следить за новинками гик-культуры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok